Я готова. Фаня, отличный ракурс у тебя, я тебе говорил. Давай, просто подключай прямой эфир. Всё, подключаю. А у нас, представляете, у нас 4 камеры снимают нас. 4. 4 оператора. Да, 2 телефона и 2 видеокамеры. Вот, с видеокамерами мы... О, мамоне, привет! 3-го числа мы делаем традиционные прямые эфиры, вот, и снимаем на 2 видеокамеры и на 2 телефона, с 2 телефона в прямой эфир выходим. Сейчас, немножко темно тут, настроились как смогли, в общем, да, всё. Самый главный телефон у Ани, потому что у неё почти там полторы тысячи подписчиков, я думаю, там много людей ждут этот прямой эфир. На Ютубе пока не выходим в прямой эфир, у нас только 320 там подписчиков, больше тысячи будет, будем выходить на Ютубе. Всем привет! Всё, отлично, все камеры работают, всё, микрофоны тоже работают, да? Всё, всё отлично. Всё работает. Всё, мы в этот раз намного профессиональнее подготовились, да всё отлично, ё-моё. Я хочу, чтобы было полностью видно. Всё видно, супер. Немножко там отсвечу, но не, нормально, у тебя яркий телефон. Вот. Давай, с чего начнём рассказывать? Рано начинать. Всем привет! У меня только приходят ребята, поэтому ещё 5 минут. Ну, давай, о погоде мы хотели сначала. Ну, да, расскажем о погоде. Вообще, что-то происходило в апреле, в начале мая в Турции. В общем, как тебе погодка в апреле? Мне не нравится погода, я ожидал. Погода, как в Сызрани. В общем, не то, что как в Сызрани, а пасмурно, пасмурно. Много очень пасмурных дней, я ожидал, что... Не пасмурно, просто не солнечно. Ну, не... Вот. В общем, да, много таких облачных дней, переменная облачность. Ну, бывает и солнечная, но прям часто пасмурно так. Работай на две камеры, у меня здесь тоже, ребята. Конечно, вот раз камера, два камера, три, телефон, четыре. И, в общем, да, тепло очень, тепло уже около 30 бывает, но пасмурно. Я люблю, когда прям солнце, безудачное небо. А Ани, погода прям самый кайф. Это моя любимая погода, потому что не жарко, и при этом комфортно, тепло и такое ветерок. Да, любимая Анина погода просто. Прям кайф. По вечерам мы вот иногда сидим на крыльце, там у нас такая как бы веранда есть, патио. Вот, ну, у апартаментов на первом этаже сидим, и вот с Рафаэлем, и с Гулей пьем чай. Вот вчера сидели, беседовали. Да, классно. Тепло так было, пальма вокруг, тишина, ни ветра, ничего вообще нет. Классно. Ну, в целом погода хорошая. Так, ну и что, люди уже подсоединяются? Давай, у меня там несколько смотрят. Мы кроме погоды хотели рассказать про, по-моему, про наш первый купальный сезон. А, про первый купальный сезон, да, в начале. В этом году. Звук пропал, да? Давай я сейчас переподключусь. Я переподключусь и посмотрим, что там будет дальше. Если переподключишься, этот эфир уже не сохранится полностью. Вот, ну я пока расскажу, как мы поплавали, если это можно так сказать. В общем, 29 апреля, да, по-моему? Нет, 28. Я просто пошла на пляж здесь у нас, который рядом Клеопатра, и там прям так волны они обдавали, и где-то... Сейчас есть звук? Нет? В моем эфире сейчас. Практически полностью, в общем, я окунулась таким образом. Вода была где-то 20 градусов, может 19, но вообще было комфортно и тепло. Из-за того, что температура воздуха здесь была 27, вот так вот где-то примерно в конце апреля, было довольно-таки классно. Вот, а Денис в этот же день попробовал искупаться на своей тренировке. А, у меня, да, давай расскажу, у меня была тренировка, вот, первый раз в открытой воде, почему-то клиенты захотели, там у них мальчик, Оскар, вот, ему 3,5 года, и захотели, ну, бассейна у них не было в апартаментах, в открытой воде, и мы, в общем, нашли пляж, в Махмутларе там каменистые везде, пляжи такие, не очень хорошие. Вот, и мы в море попробовали провести тренировку, ну, там еще и волны были, в общем, так поплавали минут 5-7 всего, вот, больше уговаривали. И я искупался, мне пришлось искупаться в воде. Это было неизбежно. Полностью, да, с головой. Ну, на самом деле вообще не замерз ни капли, и вообще нормально было в целом, комфортно. Да, и еще по фруктам мы хотели рассказать, здесь начинают появляться новые такие фрукты, ягоды, вот мы недавно попробовали шелковицу, приблизительно вот такая вот небольшая коробочка, она стоит где-то 5 лир. 5 лир, да. 50 рублей. Сколько там грамм? 250, наверное, да? Ну, где-то 300 грамм, может быть, да. Еще появилось, что появилось? Арбузы появились, вот, очень сладкие, но пока очень дорогие, там от 7 до 10 лир за килограмм, вот, довольно-таки, ну, дороговатые. Арбузы, да, от 7 до 10 лир за килограмм. Вот, что еще? Ну, арбузы, кстати, мы два раза покупали, они прям на четвертинки разрезают, они огромные, просто вот такие вот. Они такие красные, красные, спелые. И очень сладкие, очень сладкие арбузы, просто супер. Да, арбузы огонь. Классные. А что еще у нас появилось? Клубника также по 10 лир, от 10 до 15 за килограмм. Клубника подходит уже к сезонкам окончания, апельсины заканчиваются. Такое межсезонье, да, межсезонье, что апельсинов уже нет, мало где они вообще сейчас есть, продаются. И те, которые продаются, они маленькие. Маленькие, но тяжелые, сочные такие, не все равно не такие, как в России. И цена от 5 до 8 лир где-то, не меньше. Что еще по фруктам, овощам? Ну, персики, нектарины, по-моему, нектарины мы видели, такие небольшие. Ну, нет, там цена дикая вообще, 40 лир. Ну, цены дикие, да, около 40 лир за килограмм. 40 лир за килограмм. Да, ну, просто не сезон пока. В общем, в таком межсезоне ничего особо нет из фруктов. Да. Вот, только яблоки, то и апельсины покупаем. Вот, ну, и перед тем, как мы начнем освещать наши основные вопросы, да, которые мы публиковали сегодня в посте, о которых пойдет речь сегодня в нашем прямом эфире, мы хотим еще раз напомнить, что... Я зависла, да, в своем телефоне? Не знаю, сейчас если что напишут. Ага, это, наверное, сеть немножко так. Сеть, да. Перебой, сейчас я проверю. Перебой сети, такое бывает. Ага, все, все, подключилось. У нас, по-моему... А, и у меня тоже. Вот, у нас по очереди лагайцы. Что-то отключается, да, интернет все-таки. Может быть, нам к разным системам лучше подключаться. Вот, а прежде чем мы продолжим, вот, я бы хотела еще раз напомнить, что самое, так сказать, главное, самое интересное, что нами движет, это продвижение нашего канала на YouTube, поэтому обязательно подписывайтесь. Когда мы видим, что наше количество подписчиков растет, мы хотим больше снимать, больше рассказывать, мы начинаем воодушевляться, поэтому обязательно все, кто сегодня пришел на прямой эфир, не забудьте подписаться на наш аккаунт на YouTube. Ссылка у меня в описании профиля, у Дениса тоже. Вот, будем очень благодарны за подписку. И это видео в хорошем качестве, также спустя, там, может, день-два мы туда выложим. Завтра, завтра уже выложим, да? Да, в полном формате для тех, кто не успел сегодня там или опоздал. Давай основную часть расскажем, основные вопросы там, что у нас. Итак, первый и самый насущный вопрос, который интересует всех, каждого сейчас, это обстановка в Турции, что же здесь происходит после закрытия границ. Наверное, там рассказывают в России всякие небылицы тоже. Да, давай расскажем правду, что здесь происходит. Какие-нибудь, не знаю, здесь, может, конкретный апокалипсис, уже там зомби ходят. Но мы сейчас расскажем по факту, что мы сами видим, что происходит здесь, в нашем городе, в Аланье. Что изменилось после закрытия границ с россиянами? На самом деле, поначалу ничего не менялось вообще. Когда закрыли? 13-го. Ну, 13-го я улетал, уже чартеров не было. Вот, и с 13-го... С 15-го запретили мне. С 15-го, а с 13-го уже чартеры не летали, когда новость эта появилась. И, ну, я прилетел, ну, так же люди гуляли, туристы гуляли. Расскажи, как ты успел вернуться в Турцию? Какой это было? Моя поездка в Турцию, экстремальная поездка, это у нас все есть на Ютубе. Там, да, как оно называется, это видео, я забыл. Как улететь в Турцию при закрытых границах. Ну, да, как я вернулся в Турцию. Вернулся в Турцию при закрытых границах, да, это видео есть. Там прямо подробно весь путь. Новость меня застала в поезде, в Москву. Да, когда мне работодатель оплатил билет, а потом мне сообщили, что я уже в поезде еду, а мне просто отменили билет, и мне пришлось за свой счет покупать. А не пришлось, находясь в Турции, его покупать билет. Да, потому что у Дениса постоянно были перепады сети в поезде, то есть поезд, он ехал в Москву, из Москвы ему как бы уже забронировал работодатель билет, но он, ну, как бы сказали, все, отмена, как бы ехать не надо, потому что там с сезоном большой вопрос. Вот, что нам пришлось делать, да, чтобы не остаться по разные страны, да, пришлось быстрее бронировать. Спасибо, Победа, не думала, что когда-нибудь это скажу, но она очень выручила тогда. Вот, была такая действительно стрессовая ситуация, но ничего, благополучно, Денис прилетел Победой. В общем, когда я прилетел, я заселился в другой отель, не эти апартаменты, где мы сейчас живем, и, да, в общем, нормальная обстановка была, а также после 7 часов комендантский час, а так до 7, люди гуляли, все нормально было, и на пляже были люди нормально, магазины все работали, кафе работали, по-моему, на вынос, да, или не на вынос даже, я не помню. А, нет, 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 еще работали до 29 апреля, все работало спокойно. Мы сидели в кафе нормально, вечером я сидел там, ужинал, все нормально было, вот, а потом с 29-го что произошло, расскажи. Нет, перед этим я еще хотела рассказать, что, как бы, если закончить этот вопрос об обстановке в Турции после закрытия границ России, в принципе, немного изменилось, потому что сезон, как таково, еще не успел начаться, не было какого-то массового потока людей, поэтому, в принципе, как бы, визуально ничего не изменилось, то есть меньше там гораздо людей не стало было, ну, примерно так же стало еще там меньше, чем могло бы быть, вот. И теперь второй вопрос, вот как раз-таки об ограничительных мерах, с 29 апреля они вступили в силу, и будут продолжаться здесь у нас в Турции до 17 мая. Что вообще это за меры? Как, ну, как очевидно, да, Эрдоган думает, что сейчас мы до 17 мая все посидим дома, Россия посмотрит, что у нас там снизилось количество заболеваемости, и можно спокойно пускать россиян, наверное, на это они надеются. Вот, поэтому, что изменилось? Вообще, закрылось все, кроме продуктовых магазинов, или каких-то таких единичных там торговых лавочек с едой, то есть торговые центры сейчас не работают, рестораны работают только на вынос, ну, и все, в принципе. Ну, даже какие-то хозяйственные магазины не работают. Отели продолжают работать, то есть они делали там типа скидки перед вот этим очередным локдауном, что у них там будет дешево, выгодно отдохнуть, потому что, ну, там все-таки какие-то развлечения есть, да, в отеле, и многие даже местные жители, которые здесь живут в Турции, да и многие русские, поехали отдыхать в отеле на этот период. Все, многие этим воспользовались, да, многие этим воспользовались, и для отеля ограничений нет, там питание все включено, как обычно, бассейн работает, в принципе, все работает, и, да, многие на эти две, две с половиной недели туда уехали. Вот мы тоже думали, но решили все-таки сэкономить, провести это время с пользой дома. И еще, конечно же, это запрет на пляж, то есть напомню, что все эти меры ограничительные действуют только на тех местных жителей, вот, которые живут в Турции, да, и также на, там, россиян и разных других граждан, которые имеют ВНЖ. Это абсолютно не касается туристов, вот они как ходят на пляже, там, лежат, отдыхают, как бы, это их не касается. Единственное, что, ну, рестораны закрыты, да. Ну, рестораны в отелях открыты. Рестораны в отеле, как в отеле, все, пожалуйста, да. У нас была еще такая идея, давай там, типа, повесим полотенце на шею, оденем сланцы, будем одеваться как туристы, чтобы к нам полиция не приходила. На самом деле, вот, в Телеграме, в некоторых группах по Валанне, Мухмутлару пишут, что кого-то штрафуют, а кто врет еще полиции, то есть, типа, мы туристы, да, ну, потом они по базе проверяют и просто депортируют, на самом деле, отнимают ВНЖ и депортируют. Да, так что это, на самом деле, не шутки, хотя многие там сначала писали, там, про свои походы по городу, как там они ловко избежали полиции, на самом деле, все, как бы, дело случая. Могут поймать, попадутся нормальные, там, адекватные, еще, может, простят полисмены у вас на первый раз, там, но это тоже как повезет. Поэтому, в принципе, рисковать не стоит, на пляж ходить не нужно, ну, по крайней мере, для тех, у кого есть ВНЖ, кому есть, что терять. Вот, поэтому лучше, ну, наверное, переждать это время, вот, и надеемся, что с 18 мая все заработает в штатном режиме. Должно заработать, по логике, хотя. Ну, как бы, нет такого, что, типа, из дома нельзя выйти, да, на протяжении этих 17 дней, там, кроме ближайшего магазина. На самом деле, мы ходим и в дальние магазины, там, прогуливаясь, как бы спокойно. Ну, мы берем это, там, хлеб-молоко и гуляем по набережной 2 часа с ними. Мы берем клетчатую сумку для продуктов, типа, мы пошли по магазинам. Вот, так никто не трогает. Если, конечно, на пляже это увидят, то уже, да, там проблемы начнутся. Поэтому, в принципе, по улице можно ходить спокойно, маски только. Вот, в принципе, об ограничительных мерах мы рассказали. Что происходит с нарушителями, мы тоже рассказали. Поэтому перейдем к следующему вопросу. Это прогнозы, наши прогнозы на туристический сезон. Наши предположения, да, как бы все-таки мы, ну, довольно давно находимся в сфере туризма. Поэтому у нас есть из чего делать выводы, да, даже оглядывать на предыдущий сезон в Турции. Взгляд изнутри у нас. Как это было, да, когда уже, там, коронавирус уже всем был известен в прошлом году. Тоже здесь начался сезон в августе. Вот какие ты делаешь ставки на этот год? Я думаю, что сезон начнется, он будет в любом случае, но не 1 июня. Я предполагаю, что будет с 1 июля или там с середины июля, может, там с августа сначала. Ну, короче, середина июля, начало августа, я так думаю, что начнется сезон. Потому что пока раскачается, пока туроператоры чартеры будут ставить. Вот, даже если откроется 1 июля, то, не знаю, там с 15 более-менее запустится сезон. Вот, но в самом лучшем случае, может быть, с 15 июня. Но, не знаю, все-таки я больше на июль, надеюсь. Больше на июль. Ну, все-таки, да, как бы такие новости о том, что там некоторые авиакомпании отменяют рейсы на июнь из России в Турцию. Это тоже, как бы, повод задуматься, что вряд ли еще, ну, что-то откроется в июне. А вот в июле, там, середина, ну, обычно, как бывает, ограничения поставят, подходит срок конца действия до этого ограничения. Его немножко продлят, чуть-чуть посмотрят, еще чуть-чуть продлят или отменят. Вот так. И как раз-таки, вот, дело идет к середине июля. Поэтому мы предполагаем, что как-то так будет. Ну, примерно, как в прошлом году, так и получится. В августе. Но зато, как бы, сезон, он будет длиннее, чем, ну, обычно, я думаю, из-за того, что, как бы, многие... Ну, до ноября включительно, да, до конца ноября. В том году, в 20 ноябре, был очень теплый, поэтому многие туристы пролетали, купались, прям вообще отлично. Да, что говорить, мы сами в том декабре прилетели, 3 декабря прилетели отдыхать в Турцию. Тут до 28-30 градусов было на солнце. И, да, и еще купались, по-моему. Декабрь был теплее, чем вот нынешний март. Вот, да, поэтому вот наши прогнозы таковы, что сезону быть, но примерно где-то с середины июля. В лучшем случае. Вот, следующий вопрос, зачем мы ездили в Россию в марте, да, 17 марта мы ездили в Россию. И вообще, наше впечатление от российской весны. Твоя любимая тема. В общем, зачем мы ездили в марте в Россию? Мне надо рассказать. Ну, я тебя спросила, думала, ты рассказала. Зачем? Ну, работодатель нам сказал, туроператор, что обязательно нужно делать в консульстве в России визу рабочую. И ближайшее к нам консульство было в Казани. То есть, мы приехали домой в Самару сначала и потом записались. Оказывается, только там через две недели с лишним после нашего прилета. Да, там есть большая. Консульство принимает, да, там очередь была. И только на 6 апреля. Мы прилетели 18 марта, на 6 апреля нас записали. Вот, 6 апреля мы прилетели в Казань. За один день сделали визу рабочую. Это красиво. За три часа прям в этом делают. В этом плюс, да. И, да, и вот на 2 дня мы туда съездили, вернулись в Самару. И буквально они сказали вылетать 10 апреля. Она успела прям без проблем вылететь. А я 13-го, мы уже вот рассказали, как я летел. И у нас впечатление о России, конечно, вот слякоть, грязь, вот это все. Опять три причины. Видео мы сделали три причины уехать из России прямо сейчас. То есть это имелось в виду не эмигрировать там куда-то, да, там свалить. А именно вот уехать весной, может, в тур. Ну, можешь, да, эмигрировать. Просто вот уехать в это грязное время. Время сляпать, да. Да. Ну, очень весело получилось. Там видео есть. Да, и, кстати, говоря, еще видео про поездку в Казань у нас тоже очень интересное есть на нашем канале. Тоже можно зайти посмотреть. Да. Как мы съездили в консульство. Вот. Рассказали, да? Да, впечатление поделились. Да, да, да. Дальше. Работа в Турции. Как сейчас вообще обстановка с работой? Как вы и сами можете догадаться, да, сейчас немного, что работает. Но отели какие-то работают, естественно, там есть как бы и анимация в отелях. Ну, небольшая, но все же есть. Тоже там как бы аниматоры работают. Рестораны закрыты, поэтому, естественно, нет сейчас. Там работы нету. Для нас работа вообще никак не изменилась. Да, мы как работали онлайн, так и работаем. Туры по России продаем в турагентстве. Плюс Аня онлайн-уроки для иностранцев ведет русского языка. А я веду тренировки. Онлайн-тренировок у меня пока сейчас нет. У меня всю зиму были онлайн-тренировки много. Сейчас онлайн-тренировки нет, практически нет. Но зато у меня по плаванию много. Сейчас тренировок появляется здесь и ведут здесь тренировки по плаванию. Но не во время локдауна, но после 17 мая ждем. Ну и, кстати говоря, есть же все-таки еще другие страны, которые не запретили прилетать в Турцию. То есть они тоже приезжают в небольших количествах, но есть, поэтому работа для гидов тут как бы тоже осталась попрежде актуальная. Да, кто-то работает еще. Да, это я имею в виду трансферные гиды, экскурсионные, как бы, да, экскурсии для туристов также проводят спокойно. Вот, дальше. У нас тут была графа про ответы на вопросы, но, по-моему, ты их не писал. Да, вопросов нет. Задавайте вопросы, да, задавайте какие-то вопросы. Если есть какие-то вопросы, пожелания. Если вопросов не будет, мы сейчас отключимся. И вы нас больше никогда не увидите. Так. Так, так, так. Задавайте вопросы. Да, ну и как бы, пользуясь случаем, да, я еще раз напомню, что обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому что все наши усилия, старания, все, что мы делаем, мы это делаем для того, чтобы наш YouTube-канал был как можно информативнее для вас, как можно популярнее, вот, поэтому все ваши пожелания, комментарии оставляйте там, мы это всегда читаем, отвечаем, в общем, по-моему, у нас нет ни одного комментария, который остался без ответа. Да. Вот, поэтому, а также следующий наш прямой эфир, да, анонсируем, когда он будет 3... 3 июня. 3 июня, да, надеюсь, уже к тому времени все будет хорошо. Аня, там тебе вопрос задали, я не вижу издалека. Да, мне спросили, это твой муж, да, познакомься. Вот, и что я еще хотела сказать, умеете сбить своим вопросиком. Когда у нас прямой эфир? 3 июня, следующий? Да, ну, как обычно, каждое 3 число месяца мы делаем прямые эфиры, и следующие вообще наши видео, какие на YouTube ожидаются? А, давай, да, сделаем такой анонс. Следующее видео, это у нас планируется интервью с новыми жителями Алани, Рафаэль. С нашими новыми соседями. Рафаэль, привет. Вот, планируем через дня 4-5 это видео загрузить. Далее, что у нас? Да, у меня на очереди видео, я вас очень долго собираюсь, делаю видео про Белек, у меня еще несколько материалов, да, про пляжи Белека, когда у нас были с ребятами сборы, мы там жили, снимали Белек. У нас недавно вышло видео про рынок в Белеке, тоже смотрите, комментируйте, очень интересно, там очень прикольные ребята мне попались, мне посчастливилось их повстречать, поэтому следующее видео тоже будут относительно Белека. Привет, привет, Мигель. И что еще? По-моему... Ну, про Махмутлар будут некоторые видео, и Авсаллар тоже, более подробно тоже буду показывать ближайшие районы. Да, и еще про парк The Land of Legends в Сиде, ой, какой Сиде? В Белеке. В Белеке, да, мы тоже снимали, но там в основном магазины, территории, такой небольшой краткий обзор будет, вот, кому интересно, заходите, тоже смотрите на YouTube. Также, кому интересны цены, вот в магазинах, продуктовых магазинах Alani, мы буквально, вот, в видео Турции lockdown, вот, предпоследнее наше видео, я там делал обзор на магазины А101, самый такой экономичный магазин. BIM. И BIM, да, BIM и А101. Если какие-то еще магазины вас будут, может, интересовать, то спрашивайте, задавайте вопросы, сделаем такое видео. Да, всем спасибо, до новых встреч, предлагайте свои разные идеи по поводу видео, все, что здесь есть, как бы мы всегда с радостью для вас снимем, все, что вам интересно, пишите, спрашивайте, до новых встреч, пока-пока. Всем пока. Так, как выйти из прямого эфира? Наверное, надо нажать на крестик. А у меня сам отключился, прикинь. Завершить. Поделиться. Или, может, не делиться больше в iGTV. Не делись.